Инвесторы вновь пребывают в состоянии нерешительности в связи с тем, что не так уже уверены в быстром и решительном отказе ФРС от политики монетарного стимулирования. И для этого у них есть основания. Данные США по индексу потребительских цен за январь разочаровали инвесторов. Чистый показатель инфляции впервые за 13 лет перешел в отрицательную зону. К тому же представители Федерального резерва один за другим твердят, что экономика США все еще нуждается в низких ставках и об ужесточении политики пока не может быть и речи. В свою очередь в прессе появились сообщения о том, что Министерство финансов Германии выразило готовность предоставить Греции финансовую помощь в размере 25 млрд евро. А представитель Европейского банка заявил, что некоторые страны ЕС окажут финансовую поддержку Греции. Инвесторы в этих условиях так и не смогли определиться, кому отдать предпочтение – доллару или евро. Все ждут выступления председателя ФРС Бена Бернанке, которое состоится завтра. На этом фоне пара евро-доллар в понедельник торговалась в узком ценовом коридоре между 1,3587 и 1,3653. На сегодня ожидаем умеренный рост пары к целям 1,3660 – 1,3707. Неопределенность, царившая вчера на валютном рынке, отразилась и на паре фунт-доллар, которая в течение всего торгового дня оставалась в диапазоне 1,5448 – 1,55. У инвесторов накопились достаточно серьезные опасения относительно ослабленного состояния экономики Великобритании, что заставляет их воздержаться от активных покупок британской валюты. Однако на фоне нового интереса рынка к рисковым высокодоходным активам, востребованность доллара также снижается. Кроме того, вялый рынок труда в США наверняка заставит ФРС воздержаться от поспешного повышения ключевой процентной ставки, что также не будет способствовать повышению спроса на доллар. В этих условиях завтрашнее выступление Бена Бернанке может склонить чашу весов к той или иной валюте. А пока основным фактором, определяющим ценовое движение пары, остается значительная перепроданность фунта. В связи с этим ожидаем сегодня покупки британской валюты и подъем ее курса. Цели подъема 1,5534, 1,5561 и далее в направлении к 1,5774. В экономической статистике вторника Великобритания опубликует национальный индекс цен на жилье, включающий в себя уровень цен на первичном и вторичном рынке жилья. Кроме этого, выйдут данные по динамике объемов ипотечного кредитования. Индексы настроений в предпринимательской среде будут опубликованы в Германии. Аналитики прогнозируют рост делового оптимизма. Кстати, уже седьмой месяц подряд. В США этот день выйдут данные по индексам потребительского доверия, деловой активности в обрабатывающей промышленности, а также по индексу цен на жилье. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова